МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости к этому часу на РБК Перм. В студии Станислав Загаинов. Добрый вечер. На Пермском инженерно-промышленном форуме планируют подписать контракты на общую сумму 100 миллиардов рублей. Информацию сегодня раскрыли в Краевом Минпромторге. Характер возможных сделок полностью не раскрывается. Уже точно известно, что Приками подпишет специнвестконтракт с предприятием Еврахим. Сейчас компания возводит калийный комбинат в Уссули. Также планируется подписание меморандума о намерении заключения такого же контракта с Метафраксом объемом более 30 миллиардов рублей. Основной темой форума, как и в прошлом году, станет подготовка кадров для промышленности и инновационного развития экономики края. Это очередной шаг к вовлечению молодежи, к вовлечению предприятий, именно к развитию инновационной экономики. Я уверен, что и в этом году форум соберет представительное общество экспертов, представительное общество предприятий, которые обсудят и развитие экономики Пермского края, и новые подходы к образовательному процессу. Также планируется, что в рамках форума «Протон ПМ» официально презентуют образовательный центр прикладных квалификаций аэрокосмических отраслей, который находится на загородной площадке завода в Новых Ледах. Уже с октября в нем начали обучаться по дуальной системе 10 учащихся третьего курса авиационного техникума. Ежегодно обучать в центре планируют по два десятка целевиков. Продолжение следует... Исполнять полномочия министра транспорта будет его первый заместитель Сергей Постоловский. Бюджет Перми в следующие три года будет бездефицитным. Эту информацию сегодня озвучили на так называемом нулевом чтении бюджета семинарии по обсуждению главного финансового документа города на три следующих года. Так, в 2017 году доходы городского бюджета составят более 23 миллиардов рублей. Столько же расходов. В 2018 году эти показатели возрастут на 220 миллионов. В 2019 году еще на 110. Привлечение заемных средств не планируется. Увеличение доходов планируется за счет повышения налоговых сборов. Радует, что в последнее время наметился рост НДФЛ. Это основной налоговый доход города Перми, который, в общем-то, еще и характеризует то, что сегодня экономика начинает оживать, начинает двигаться. Потому что налог на доходы физических лиц как раз-таки является таким показательным моментом состояния экономики, потому как доходы определяются, в общем-то, на работе. Около 10 миллиардов в расходной части бюджета будет направлено на образование, более 4 миллиардов на дороги и развитие перевозок. Около 1 миллиарда рублей пойдет на программу культуры. Предложено выделить дополнительные 100 миллионов рублей на приведение в нормативное состояние объектов культуры в городе. Биржевые игроки ждут появления важных новостей в конце недели, а именно выходы статистики по ВВП США за третий квартал, также итоги заседания Банка России, речь на котором зайдет об инфляции. Усиление давления способно влиять на рубль, отмечают экономисты, но уже сегодня Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 28 октября. Американская валюта будет стоить 63 рубля 4 копейки, евро 68,76. Камская долина пожаловалась в Пермской Уфас на аукцион по строительству зоопарка. В компании полагают, что аукционная документация возлагает на участника закупки излишние требования по предоставлению ежемесячных отчетов о расходовании средств. Камская долина также указывает, что документация не предусматривает использование других материалов при строительстве фасада. По мнению заявителя, это нарушает закон о контрактной системе. Застройщик просит обязать Управление капитального строительства края внести изменения в документацию. Эксперты рассказали телеканалу, что на аукцион уже заявилось несколько компаний. Решение о приостановке конкурса, либо о несостоятельности жалобы будет принимать центральный аппарат ФАС России из-за высокой суммы контракта. Это все новости. Далее прогноз погоды. Хорошего вам завершения дня и до встречи на РБК. РБК Перм. Ракурс. Пермский крематорий. Затяжной проект. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова